Нужна ли она ему вообще? И он там избирает интересную стратегию аргументации. Он исходит из понятия совершенства. И когда он аргументирует, он использует модель образования, получения знаний. Это близко к нашим рассуждениям об университете. Во-первых, он цитирует послание к Евреям 11.6, что без веры угодить Богу невозможно. В этом авторитет Писания говорит о необходимости веры. Без веры угодить Богу невозможно. Но аргументирует он следующим образом. Вот цитата. Что сам процесс получения знаний — это переход из менее совершенного состояния в более совершенном. Он требует содействия чего-то совершенного. Вот если кто-то из учеников изучает латынь или математику, или философию, он еще не совершенен. И сам по себе, исходя из своих сил, он не может совершенствоваться. Ему нужно содействие кого-то, кто более совершенен чему. Это и есть преподаватель, это и есть тот мастер, в котором мы говорим. Аргументация продолжается в следующем образом. Сам процесс обретения совершенства предполагает последовательность и постепенность. Этот мастер должен учитывать психологию этого человека и давать ему знания в процессуале, в последовательности. Так наше познание на первых порах весьма несовершенно. И лишь постепенно под руководством опытного учителя становится совершенным знанием. Сам же наставник должен совершенствовавладеть своим предметом и знать основания своей науки. Но учебный процесс, опытный преподаватель, начиная с азов, а не с чего-то более сложного. Поэтому говорят, обращаясь к фами, что начинающий ученик словно доверяет своему учителю. Иначе ученику не достичь вершин знания. И здесь он как раз пользуется оборотом Аристотеля. И неожиданно переключается на Бога. Он говорит о том, что это можно проекцировать на сферу богопознания. Здесь педагогом наступает Бог. Поскольку высшее предназначение человека — совершенное познание Бога, то мы нуждаемся в его наставничестве. Так как он знает себя максимально совершенным способом. Сразу человек такое знание обрести не может. Ему нужно для начала ступить на путь веры. То есть это начало богопознания. Это начало богопознания. Иными словами, Бог предусматривает веру как необходимый элемент педагогики. Возводя нас от одного нам доступного состояния к другому. До этого мы заканчиваем этот фрагмент. Вера — начало богопознания в условиях этой жизни. Ин стату ве сумс. Пока мы есть в этом состоянии пути, в этом состоянии дороги. И поэтому, безусловно, вера связана с процессом, с прохождением пути. Потому что она может быть потеряна, вновь обретена. Это предполагает весь наш путь в этой жизни. При содействии познания, при содействии воли. Почему содействие воли? Потому что он говорит, что здесь знание действует так, что воля необходимо должна это познание мотивировать. Именно воля полагается на свидетельство апостолов, свидетельство Писания. И здесь сам наш разум не убеждается, глядя на предмет, но нуждается в обосредованном воздействии воли. То есть воля и разум здесь должны взаимодействовать. Для того, чтобы пройти этот путь до конца. Но то, что называют конечным пунктом визио, или более специальным визио, в положенное визио, это то, что должно быть в конце пути. Но интересно, небольшая ремарка. Мы знаем, что все в агаронии начинается с того, что все люди направлены к Богу, но не все могут его познать. И поэтому вера дается для того, чтобы вести нас. То есть вера всегда дается как авторитетное свидетельство для того, чтобы мы правильно прошли суть. Правильно прошли суть. А вот теперь скажу вещь еще более простую, чтобы... Да, вопрос. Да, вопрос. А зачем вот это видео, которое в конце птице, отличается от знаний? Это визио тоже, как он слышал знаний на нашей жизни. Почему он отличается от этого? Безусловно. Безусловно, потому что здесь... Это очень провокационный для меня вопрос. Задача всякого знания, и здесь большой гуманитарный потенциал всякой науки и всякой истины. Знание должно завершаться непосредственным переживанием, непосредственным видением того, к чему я стремлюсь. Знание как дискурс, рассуждение, само по себе не может быть самоцелью. Мы всегда ради чего-то рассуждаем. И когда мы рассуждаем ради чего-то, то результат нашего пути должен быть абсолютная очевидность, видение, убежденность. Иначе путь знания не прекращается. Он должен идти дальше. Пока мы непосредственно с очевидностью это не увидим. Здесь вообще парадокс всей нашей науки, всей нашей рациональности. Очень интересный. Дело в том, что мы движемся между двумя полюсами. Этот мир не дам нам с очевидностью. Мы должны добывать знания. В этом и большая физиологическая задача для человека. Искусство, науки, морали. Это не то, что непосредственно нас мучает. Вот я посмотрел за окном и сразу познал очень много вещей. Без познания, как пассивное восприятие из внешнего мира. Достаточно мне обратить взгляд туда, и я сразу знаю все, что там происходит. Уже с героглитом мы знаем, что природа любит прятаться. Мир для нас, его истины. И не очевидь. Они предполагают наш путь. Наши усилия. Я приближаюсь к главному моему, то есть. Точно так же, факт произведения искусства, музыки, живописи, существуют прекрасные романы. Они факты. Но чтобы прийти к ним, чтобы пережить эту радость, мы должны сделать усилие. Не бывает так, что человек открывает сложный, интересный роман и сразу его понимает. Без усилий. Приходится учиться философии. Без усилий читает Платон и Ристофель. Или Фому или Декарта. Приходится учиться музыке и без усилий владевает мастерством и гранасли. Мы видим, что между овладением тайными ремесла и познанием тайн мира лежит путь усилия, который делает нас людьми. Этот путь, без него мы становимся людьми. Вот почему все люди с тремя сознают. Чтобы стать человеком, нужно делать усилия познавательные и воевые. И теперь этот пример я проецирую на сферу веры и богопознания. Этот вопрос очень часто звучал в истории. И он звучит на страницах Евангелия. Почему, если Бог творец мира, почему, если так важный человек знает, что Бог есть и верит в него, почему Бог не дает себя с очевидностью? Почему мы только взяли на структуру мира, сразу не приходим к тому, что Бог его творит? Почему нужна вера, а не непосредственное знание? И так и говорят ученики в один момент, когда Пасха в Иерусалиме. Почему ты не хочешь явить себя народом? Почему ты не хочешь явить себя миру? Почему это надо делать через русский круг учеников? Вопрос про дактами, потому что народ его видел и так, как человек в теле, как антропологический факт, этот человек был доступен для взоров каждого. Очевидно, они имели в виду что-то другое. Яви, то есть, яви свою, свою силу, свою божественность. Например, как на горе преображения, как на Таворской горе. То есть, яви то, что мы видели, как апостолы. Убеди народ, что ты Бог. Почему Бог нас не убеждает, каждое поколение? Это вопрос неочевидности. Таких больших усилий, предлетения веры, потери веры, веры, такой сложный путь, который мы должны пройти. Почему этот путь таков? Вопрос понятен? Да. Я думаю, что каждый из нас Бог когда-либо себе задавал. Зачем такие жертвы, трагедии, поиски, если можно непосредственно это знать и это видеть? И вот здесь ответ, если идти от противного, аргумент, который я излагал на метафизике. Предположим, что наука, естественно, дает нам возможность познать Бога, то, что Он есть, то, что Он нас завоевает, и от Него зависит наша жизнь, вечно, нынешний предмет.